Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Продолжается бизнес-канал на Финам.ФМ. Время сухого остатка. Меня зовут Олег Дмитриев. Добрый вечер. А сегодня, как и всегда в это время, мы говорим о ситуациях на финансовых рынках. Объясняем то, что кажется необъяснимым. Хотя всегда можно найти объяснение. Да, Наташа? Конечно. Конечно. Объясняем то, что кажется необъяснимым. И даже иногда делаем прогнозы, которые, как очень приятно потом видеть, практически всегда сбываются. Это радует. Это отрадно. Сегодня в гостях у меня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании «Алор». Добрый вечер, Наташа. Здравствуйте. И Вероника Чекина, аналитик фондового центра «Инфина». Добрый вечер, Вероника. Здравствуйте. Я, прежде всего, рад вас видеть. Вы же понимаете, когда... У нас не так много аналитиков женского полу, да, очаровательных аналитиков. Нельзя по женскому варианте, нет? Аналитик – это все равно аналитик, да? Конечно. Мужская профессия. Именно поэтому, кстати, не так много аналитиков женского пола. И вот, когда, тем более, два аналитика, две дамы оказываются в этой студии, мне всегда особенно приятно. Поэтому вам спасибо, хотя бы только за то, что вы здесь сегодня появились. Можете даже ничего не говорить сегодня. Уже хорошо. Нет, ладно, мы поговорим. Нет, ну что, да, сказала Наташа. Нет, ну что, ладно, конечно, поговорим. Итак, уважаемые слушатели, у вас есть возможность присоединиться к нашей беседе, задавать вопросы и комментировать ситуацию, позвонив по телефону в студии 6510996, код Москвы 495. И также воспользоваться сайтом, сайтом компании финам.фм, задавая свой вопрос в разделе «Комментарии». Тема сегодняшней программы, ну, традиционно, назрела ли коррекция, ждем, не ждем, посмотрим, как и чем. Начну я, опять-таки, традиционно с того, что в 1805 в Москве рисуем картину маслом, что происходит в данный момент на основных финансовых рынках. Ну, давайте начнем с Азии, да, сегодня опять проявила себя Япония, а Никей закрылся практически в плюс 4 процента сделал, 3,7 сегодня сделал, на радостях. Иена опять упала, да, здорово, там, почти 95 уже сделали. В общем, молодцы. Задача поста, вот они, японцы, да, задачу поставили, все, сделают, надо ослабить, ослабляем. Да, даже досрочно. Даже досрочно, да, еще главу Центробанка не назначили, а уже вон, все, уже рапортуют. Молодцы. Помимо всего прочего, наши сегодня вяло-вяло, но под водой. РТС теряет 0,7 процента, 1601 пункт текущей котировки, ММВБ столько же теряет, 1528. Вчера закрылись хорошо американцы опять, да, хотя ХАИ не обновили, но, тем не менее, и СНП, и Доу Джонс вчера подрос практически на процент. Далее сырьевые рынки Форекс. Нефть стоит выше 115, как вкопанная, падать не собирается, немножко корректируется. Сейчас золото, да, в диапазоне 16.8 и 16.60 так и движется. И евро-доллар выше 35 фигур, 1.35.11 сейчас немножко корректируется тоже. В общем, все без особых изменений. Основной набор головы, ну, про доллар и иена я сказал, да, 93.35 сейчас, и утром было 94 с лишним уже. Основной набор головы фиш сегодня в красной зоне в основном. Кроме Аэрофлота, он лучше рынка сегодня выглядит и прибавляет больше процента. Остальные все красенькие. Лидеры падения ВТБ, 2% практически, АвтоВАЗ почти полтора, полтора процента НЛМК и процент Газпром. Никак не устанавливали. Говорили, 140 все встанет, Наташа. Ты говорила, по-моему, нет? Где-то я читал, но извини, начните, перепутал. Верников, наверное, говорил. Ну вот, уважаемые мои гости и уважаемые слушатели. Вот такова картина масла, в общем, пока все без особых изменений, если говорить о принципиальных каких-то событиях. Ну и давайте отсюда начнем. Назрела коррекция. Вероника, давай с тебя начнем. Назрела коррекция. Ну, вы знаете, с одной стороны, рынки растут уже долго, они растут с ноября, да. То есть, таким образом, некий, вот как обычно, ну, как четырехмесячный такой цикл, он уже почти завершен. То есть, коррекция... А не важно, с какого месяца считать? Ну, вы знаете, вот с ноября. Да, мы считаем, вот как вот выборы закончились, так и зафиксировался. Ну, ты говоришь, цикл, четырехмесячный цикл. Вот этот цикл с ноября идет, а другой может с другого месяца. Другой может с другого месяца, да. Нормально. Поэтому, в принципе, конечно, коррекция какая-то необходима. Но я не думаю, что она сейчас будет продолжительной, потому что, в принципе, рынки, они продолжают оставаться настроены еще на рост. Вот я тут посмотрела сегодня вот данные, ну, сантименты так называемые, да, вот так, как американские инвесторы воспринимают. Я сейчас даже бумажечки написала. Давай, давай, давай. Про сантименты нам расскажи. Да, вот быков сейчас на рынке 40%, а те, кто нейтральный тренд воспринимает, скорее всего, будет 27,7% и медведей 29,3%. Вот, а в среднесрочной перспективе тоже быков побольше, их 34%, остальных порядка 30%. А это откуда статистика еще раз скажем? Вот, а это есть такой сайт, сантимент серви, и там это не государственная такая служба, они вот опрашивают крупных инвесторов на американском рынке, игроков, и вот публикуют каждую неделю эти данные, да, в какую сторону вот смотрят рынки. Вот, то есть, в принципе, я думаю, что коррекция произойдет, и произойдет она, скорее всего, на наш взгляд, где-то со второй декады февраля до первой декады марта. Вот этот период... Декады — это 10 дней, да, то есть после 20 февраля? Да, после 20 февраля и где-то до вот, до 10 марта, вот так вот, да, после чего, как мы полагаем, в общем-то, скорее всего, опять будет или растущий тренд, или боковой. Вот, то есть серьезно сейчас снижение, мы не ожидаем. Наташа, чего ожидаете вы? В плане такой коррекции я, наверное, соглашусь, потому что, на мой взгляд, вот коррекция на российском рынке, которая все-таки назрела, она, скорее, будет проходить в виде, на мой взгляд, в виде широкого боковика. Потому что такое, в принципе, довольно часто бывает, когда вот такой рост в начале года сменяется именно таким широким боковиком. И вот уже действительно коррекция, она уже проходит во второй половине весны, то есть никак не сейчас. То есть сейчас, да, будут попытки снижения, но они будут не такие значительные, как, в принципе, могли бы быть. Потому что, действительно, перекупленность высока, растем с ноября, и уровни сейчас там крайне высокие. Если на российском рынке уровни можно назвать просто высокими, то на американском рынке уровни уже, можно сказать, заоблачные. Потому что американский рынок и вообще там в 2007 год уже вернулся, то есть куда выше. То есть, в принципе, расти действительно уже и некуда. Но, с другой стороны, и падать рынки не хотят. Поэтому вот я ожидаю какого-то такого бокового тренда. Ну и вот если говорить о времени, то примерно с Вероникой согласна, да? Ну, примерно, да. Это ближе к концу февраля. Ну, да, ну и традиционно дальше уже опасаемся месяца мая, да. Да, да. Ну, до мая надо дожить еще, да, после февраля. Это у нас март, апрель, еще два месяца. Ну, надеемся. Хорошо, ладно. Допустим, предположим, да, что с технической точки зрения, с какой-то другой точки зрения, с точки зрения стейтментов или сантиментов, точнее, да, коррекция действительно озрела. А фундаментально? Что сейчас фундаментально, на твой взгляд, Наташа? Фундаментально сейчас, конечно, на этой неделе наиболее интересное событие, это, конечно, заседание ЕЦБ, которое состоится завтра. В принципе, ожидания у инвесторов, я бы сказала, оценил как довольно неоднозначные. С одной стороны, никто не ждет снижения... Никто не ждет. Снижения ставки, да. Ну, по прогнозам, с большой вероятностью можно говорить о том, что ставка будет оставлена на текущем уровне. ЕЦБ, в принципе, устраивает тот уровень инфляции, который сейчас есть в еврозоне. И с этой точки зрения стимулировать экономику, в принципе, не стоит. С другой стороны, евро-доллар уже на эту неделю уходило выше 1,37. В прошлый год пара евро-доллар закрывала 1,32. То есть за буквально там месяц евро к доллару уже очень сильно укрепился. Поэтому, в принципе, участники рынка такие вот неоднозначные ожидания именно за счет того, что евро уже такой слишком крепкий. Поэтому, вот, в принципе, конечно, ЕЦБ вряд ли пойдет на понижение ставки. Но здесь еще интерес представляет пресс-конференция ЕЦБ. Марио Драги может провести какие-то словесные интервенции, чтобы, соответственно, ослабить евро. Но если пара евро-доллар пойдет вниз, то, соответственно, и рынки все пойдут вниз. И такая, получается, как раз медведи получат такой хороший повод, чтобы скорректировать рынки. То есть это может случиться завтра, а не во второй декаде, да, Вероника? Нет, ну не так сильно. Ну это не будет очень сильно, очень резко, потому что, в принципе, вот как Наталья правильно сказала, никто не ожидает, что что-то произойдет такое вот экстраординарное на этом заседании. Ну точно так же, как вот, собственно, заседание 12 февраля, это будет нашего Центробанка. Конечно, в общем-то, это не с таким замиранием рынки следят за этим событием. А там будет что-то экстраординарное, как думаешь? А, знаете, как я вот до того, как были опубликованы январские результаты, я, честно говоря, думала, что ЦБ начнет понемножечку смягчать свою политику кредитно-денежную. То есть не ставка, а рефинансирование, я надеюсь, что хотя бы по репоне ставочки по фиксированному репо немножечко понизят. Вот, потому что действительно ставки высокие, и ликвидность не очень на рынке в нашей банковской системе, вернее, скажем так. Вот, но вышли плохие данные по январской инфляции, хотя, в принципе, и Центробанк тоже говорит, что это, скорее, временно из-за пересмотра акцизов на алкоголь и на транспортные услуги. Вот, инфляция будет замедляться, но это даст повод нашему Центробанку, скорее всего, пока, ну, не уступать, скажем так, давлению Минэкономразвития, которые активно лоббируют то, чтобы... Смажали ставки. Да, 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 чтобы Центробанк начал стимулировать именно экономический рост, а перестал смотреть только на инфляцию. Ну, и вот эти события, да, ты ждешь на следующем заседании, да, что-то произойдет? Ну, вот это 12 февраля будет заседание, да. Ну, выбор в Италии еще интересный. Нет, много всего интересного, и все-таки сейчас мы пойдем на новости, и учитывая, что не так много времени, я хотел бы еще раз сосредоточиться на том, что 1,37 в евро-долларе, да, для еврозоны, после неплохой статистики по Германии, это пахнет керосином все-таки, мне кажется. Ну, да ладно, значит, мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим разговор. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в гостях Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании Allure, и Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина. И мы с вами обсуждаем текущую ситуацию на рынках, подразумевая, да, отвечая на вопрос, назрела ли коррекция, или не назрела, может быть. Ну, в общем, все говорят, что пора бы уже. Пора немного скорректироваться, учитывая, что мы растем, да, как Вероника правильно сказала, аж с ноября прошлого года. А оснований, Наташа, а есть основания вообще для такого роста? Ну, фундаментально, я имею в виду, фундаментально. Скорее, да, чем нет, потому что все-таки, несмотря на то, что ситуация в экономиках далека от идеала, но все-таки восстановление экономики, оно есть. Есть, оно улучшается, ситуация улучшается. Конечно, улучшается. Это происходит, в принципе, можно сказать, во всех, в большинстве экономик мира. Если взять, там, скажем, китайскую экономику, то дела в ней идут не так плохо, как ожидалось ранее. Все-таки, согласно там публикуемым статданам по Китаю, да, действительно, рост опять экономики ускорился. Конечно, да, экономика пока еще не двухзначными цифрами растет, как мы наблюдали ранее, но все-таки рост ускорился, поэтому, в принципе, это, конечно, позитивный фактор. А будет она двузначными расти еще когда-нибудь? Я бы сказала, нет. Вряд ли, да? Мне кажется, что вот такой какой-то гиперрост, уже волна такого роста в Китае прошла, и дальше расти такими же цифрами. Сейчас уже немного другие размеры экономики, чтобы она росла такими темпами. Хорошо, помимо Китая, помимо Китая, основания для роста мы сейчас обсуждаем. Вот еврозона, например. Даже если взять еврозону. Раньше все же ждали дефолта, можно сказать, там, всех стран, чуть ли не всех стран. Нет, ну прогрессию-то мы тоже ждали сколько? Все лето, да? Да, да. То есть вот эта вся затяжная такая картина была. Сейчас уже все-таки ситуация, во-первых, уже инвесторы, можно сказать, свыклись, уже с этой мыслью как-то смирились и уже к дефолту... Махнули руками, да? Ну, можно сказать, да, к мысли о дефолте... Все равно деньги не отдадут. Греция уже воспринимает все это более нейтрально. Потому что раньше все-таки, когда, в принципе, слухи, новости какие-то по Греции появились, то есть для всех это, можно сказать, стало сюрпризом. И вот тогда, действительно, если бы в тот момент Греция дефолтнула, вот тогда, я думаю, был бы эффект домино. А сейчас, в принципе, даже, можно сказать, финансовые структуры, участники рынка, они морально к этому готовы и, соответственно, свои балансы от долгов Греции, можно сказать, почистили. Поэтому сейчас уже дефолт Греции бы принесли более не там спокойно. Ну да, тем более, что, в общем-то, вряд ли это произойдет, потому что не для того Европейский Центробанк вливал там такие средства в эти экономики, чтобы теперь дать вот всему этому просто как-то посыпаться. Вот. Ну, я совершенно согласен Наталье, да, но еще вот помимо этого, можно сказать, что в 2012 году рынок акций, да, нас особо ничем не порадовал, да, в отличие от долгового рынка, где как раз наблюдался ралли. Поэтому сейчас, в связи с тем, что, да, действительно, более позитивные взгляды на экономическое развитие, да, у инвесторов происходит некие переоценки, да, и интерес к рискованным вложениям, в рискованные активы, он сейчас усиливается, и, в общем-то, вот мы видим, что деньги входят вот в рынок акций, инвесторы формируют, видимо, долгосрочные портфели, тоже способствуют. — И про наш рынок акций сейчас говоришь? — Ну, про наш тоже в том числе, конечно, да. — Не, ну, просто мы обычно как-то говорим, вот рынок акций, есть еще рынок российский рынок акций, и они не всегда одинаково живут, нет, Наташа? — Ну, не всегда, я согласна, потому что вот раньше, я помню, там, несколько лет назад, американский рынок, скажем, вырастет, предположим, на процент, и наш рынок сразу, там, на 3 процента, наш не просто догонит, а перегонит. — И раньше, например, гэпы, там, на открытии российского рынка были всегда очень значительными, а сейчас, например, американский рынок вырос на процент, а наш раз и вырос на полпроцента. — Раз и не вырос. — Ну да, то есть ликвидности российскому рынку, конечно, не хватает, то есть на российском рынке есть внутренние проблемы, поэтому все-таки российский рынок, иногда динамика наших активов, она не совсем совпадает с мировыми тенденциями, но в целом, там, с натяжечкой вполне ничего. — Мы стараемся так кренировать все-таки. — У нас есть внутренние проблемы, сказала Наташа. Вероника, согласна с этим, да, у российского рынка акции, я имею в виду? — Ну, или российского рынка в целом есть. — Российского рынка акций, да. — Вот в частности, в первую очередь, о каких проблемах можно было бы говорить? — Ну, в частности, в общем-то, его достаточно низкая ликвидность, вот, потому что вот, ну, сейчас деньги пошли, конечно, в рынке, видим, обороты стали получше, и все, да, но, в принципе, конечно, это недостаточно для того, чтобы, вот, можно сказать, что у нас такая вот крупная биржа, которая так себя хорошо оценивает перед IPO, да, такие даются чудесные оценки, вот, что прям практически чуть ли на уровне Лондона. Вот, это, конечно, существенно. Ну, и помимо этого, всякие, существуют и в том числе и политические тоже риски, о них нельзя забывать, тоже инвесторы настороженно относятся, потому что непонятны правила игры вообще в целом в российском бизнесе. — Ну, вот если возвращаться все-таки к низкой ликвидности, это результат чего, Наташа? — На мой взгляд, это результат политики. — Политики? — Да, на мой взгляд, вот такая ситуация, которую мы, в принципе, видим в российском рынке, это, наверное, процентов 90, связано с политическими факторами. Потому что, конечно, иностранным инвесторам, мягко говоря, не понравилось, как проходили выборы в Госдуму, как потом проходили у нас выборы президента. То есть, вокруг этого действительно сформировали такую, можно сказать, шумиху. Соответственно, отголоски в западной прессе, конечно, были, не без этого. И, соответственно, мнение о российской экономике, вот о ближайших нескольких годах, скажем так, ну, как-то так, мнение испортилось. И долгосрочные какие-то такие вот долгие позиции на российском рынке, конечно, многие предпочли закрыть и уйти на другие рынки, где таких проблем нет. Потому что, действительно, такая политическая нестабильность, она откладывает очень большой отпечаток. Но какая нестабильность? Вот выборы случились, все у нас, вот, есть президент, есть Госдума, вот, все есть, все стабильно. Еще, кстати, более стабильно, чем если бы получилось бы как-то по-другому. Выборы как-то иначе закончились. Сейчас все гораздо стабильнее, чем... Но здесь просто итогом выборов фактически стал не какой-то мягче-то сказать. Ну, скажи, как-нибудь помягче. Инвесторы, они, соответственно, любят что? Они любят рынок, любят рыночную экономику. А не когда у нас происходит все путем, скажем так, назначений и немного нерыночными методами. Конечно, это их очень сильно огорчило, они расстроились и ушли. И ушли. Да, прозрачность бизнеса как-то не видят они. Ну, в этой ситуации какие перспективы тогда? В ближайшие несколько лет у нас нет перспектив. Ничего же не поменяется, наверное, Вероника. Ну, как сказать, если общий тренд будет... Восходящий, да? Рыночный будет восходящий, то, естественно, мы будем вяло-вяло за ним подползать. И мы тоже будем тянуться. Подползать. Вот надежда сейчас на то, что побольше денег там иностранных придет. Евроклир. Евроклир, да, вот начнутся торги. Вот мы обязательно поговорим про Евроклир. Ну, вы начали уже про планирующуюся IPO Московской биржи. Вот оно будет позитивом для российского рынка или нет? Или опять получится что-то, как известный говорил персонаж, да? Хотели как лучше, а получилось как всегда. Ну, главное, чтобы народное IPO не устраивали. А то опять какие-то пошли на эту тему разговорочки. Уже пошли? Уже пугающе немножечко, да. Наташа, как ты видишь ее перспективу? Не, ну, народное IPO, я думаю, они уже из этого не смогут сделать. Уже поздно. Как-то надо было раньше готовиться к таким вещам. Но все-таки... Загодя. Ну да. Вот. Но на мой взгляд, то, что биржа размещается, в принципе, это очень хорошо, конечно. Потому что большинство мировых бирж, все-таки они публичные, они торгуются, и, соответственно, наши не нужно отставать от общего мирового тренда. То, что там размещение биржи, оно, в принципе, давно планировалось, о нем много говорилось. Но вот если говорить об IPO, меня вот единственное порадовали заявления по хорошим дивидендам довольно. Вот это можно рассматривать как драйвер. Да и, в принципе, можно сказать, что вот размещение биржи, оно больше такое, репутационное. Поэтому данные бумаги, возможно, как я думаю, не оставят без поддержки, если сформируется какое-то снижение, ну, имеется в виду не просто такое небольшое коррекционное, да, а такое более значительное, то я думаю, что бумаги с рынка будут откупаться. Поэтому вот в данном плане участвующие в IPO могут получить такую небольшую страховку. Ну, в данном случае мы говорим, да, что все-таки это вещь такая, ну, можно даже сказать, политическая вещь, да, и не дадут ей вновь тем же известным путем пойти, да? Да, в общем, от строительства международного фондового центра, в общем, никто не отказывается, да, поэтому, конечно, это будет поддержка именно со стороны государства. А по поводу цены размещения, как-то ты немножко организировала? Ну, не то, что организировала, но, на мой взгляд, она несколько все-таки высоко, да, высоковато. Мне кажется, для такого, в общем-то, достаточно все-таки низко ликвидного. Рынка? По сравнению с другими торговыми площадками рынка. Наташа, а ты что скажешь? Не, ну, что касается цены, соглашусь, да, могли бы все-таки они себя оценить немного пониже. Конечно, драйверы роста у биржи есть, то есть, в принципе, если посмотреть даже презентацию IPO, то весь, то упор, в принципе, идет как раз на будущем, на драйверах роста. Да, они есть, с ними там сложно поспорить, конечно, там есть несколько моментов, но в целом, да, рост, на мой взгляд, будет. Но вот цена, если была бы пониже, то было бы совсем хорошо. Хорошо, времени немного осталось, давайте начнем, тем не менее, не будем делать паузу. По поводу Евроклира. Ну, понятно, да, мы наблюдаем позитивную динамику на долговом рынке и с конца прошлого года, и в начале этого года. А вот не иссякнет ли она к моменту того, как все это заработает уже? Как известно, на ожиданиях покупают, а на фактах продают. Ну, как раз на ожиданиях они приведут стоимость там ОФЗ к тем уровням, с которых, в принципе, иностранные инвесторы как раз будут заходить. Я думаю, что нет. Нет? Нет, я думаю, что нет, да. Более того, это поддержку рублю окажет, вот, поскольку, естественно, там вот не резиденты будут там. Ну, оказывает уже рублю поддержку. Ну, да, но пока это, оказывается, пока это именно, действительно, именно ожидания, потому что, когда это реально все эти деньги зайдут, пока это реально все заработает, это какое-то еще время пройдет, да, то есть не сразу, то есть там 7 февраля, это завтрашнего дня, то есть это на вне биржи, с начала марта на бирже, но тоже это все не сразу, пока это все раскачается, раскрутится. Но в целом, что вот появляется такая возможность, это, в общем-то, очень хорошо, да, это позитивно. Ну, это опять, да, можем говорить о желании некий фондовый, да, финансовый центр из Москвы, да, из Москвы, из России. Чем больше возможностей инвесторов торговать на разных площадках, тем лучше. Одна из таких возможностей, собственно. Хорошо, хорошо, значит, сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжаем наш разговор. В студии сегодня Наталья Лесина, начальник аналитического отдела группы компании Аллор, и Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. Говорим по поводу возможности близкого, близкого начала коррекции. И, собственно, закончили на том, что оценивали, да, планирующийся IPO Московской биржи, и оценивали также с этой, с точки зрения положительной, также ближайшее начало, да, вот этой работы Евроклира. Все это в конечном итоге, как я так понял из высказываний моих гостей, все это позитивно будет влиять на некий такой имиджевый, да, имиджевый составляющий. Конечно, построение Международного финансового центра. Вообще, это реально построить Международный финансовый центр, ну, так вот, без популизма? Все реально, все возможно. Все реально, ну, хорошо, да, я корректно задал вопрос. Насколько построят? Насколько построят, насколько быстро, да, насколько быстро. Уже видно, что это не быстро. Уже не быстро. Да, ну, процесс вот так идет потихонечку. Мы никуда не торопим, никуда не спешим. Нам и так хорошо. Так, ладно, тогда в продолжении, собственно, разговора о долговом рынке я хотел бы послушать, услышать от вас ваше мнение по дальнейшей динамике курса рубля к доллару, как минимум, да, что вы ожидаете от него. Если говорить о последних событиях, вот в районе 30 рублей за доллар обнаружился какой-то уровень, поддерживающий сейчас, по крайней мере, этот курс и не дающий ему упасть. Текущая вот на споте котировка 30.08. Сейчас отскакивает опять пара доллар-рубль от 30. Наташа, как ты видишь рубль в ближайшей перспективе? Ну, на мой взгляд, в принципе, рубль еще могут продавить пониже, может быть, до 29.5, где-то так. После чего, я думаю, что все-таки тренд сменится. Потому что сейчас, на мой взгляд, курс рубля неоправданно высок. В российской экономике не произошло ничего такого очень уж хорошего, чтобы российский рубль столько стоил. Да, действительно, конечно, цены на нефть подросли. Они сейчас тоже находятся на слишком высоких уровнях. Но все-таки, на мой взгляд, вот если посмотреть именно, как проходят торги на валютном рынке, то видно, что когда пытаются рубль увести на, пару доллар-рубль пытаются увести на более высокие уровни, то сразу выскакивают огромные заявки на продажу, и, соответственно, пару пытаются опять увести вниз. И то есть заявки эти какие-то, не знаю, на мой взгляд, характер какой-то не совсем рыночный. Потому что, скажем, есть все факторы, чтобы пара доллар-рубль ушла на более высокие уровни. То есть именно такие, как, я имею в виду, внешний фон, какие-то сигналы сырьевого рынка. Но вот на российском рынке в рубле такого прям движения, которое должно было бы произойти по рыночным законам, оно не происходит. На мой взгляд, конечно, сейчас рубль активно поддерживается Центробанком, поскольку проблема инфляции, она сохраняется. И вот в начале года, собственно, и вот в начале 2013-го был такой наиболее напряженный момент, поскольку все как раз ждали вот ростов акцизов на алкоголь, собственно, который и проявил себя. Поэтому вот в начале года инфляция ускорилась. Но сейчас уже прогнозы на вторую половину года уже более оптимистичны, ожидают замедления роста инфляции. И поэтому я думаю, что вот Центробанк может немножечко скорректировать свою политику и больше не оказывать такого поддерживающего влияния на рубль. И к тому же сейчас еще, конечно, рубль к доллару стоит вот именно столько, сколько он стоит, потому что мы видим, что и доллар на мировом рынке, он очень сильно ослаб к евро. То есть тут тоже такая рыночная зависимость. И если пара евро-доллара, она все-таки скорректируется, рухнет вниз с текущих уровней, то, соответственно, и Центробанк никакими вливаниями финансами уже на текущих уровнях рубль не удержит. — Вероника, ты что по поводу рубля? Ну вот 30, насколько 30 — это приемливый уровень, дальше он пойдет, крепляться будет? — Я думаю, вряд ли. Я думаю, вряд ли. Вот, да, действительно, все вот эти анимфакторы, они все присутствуют, и во многом смотрим на динамику рынка Форекс. Плюс еще действительно чувствуется некая поддержка рубля вот страны, ну, Центробанка, ну, это инфляция, плюс, конечно, не хотелось бы, чтобы вообще и правительство, я так понимаю, сейчас не очень бы хотелось, чтобы рубль ослабел, поскольку даны вообще всякие большие социальные обязательства, да, это некие вот социальные шоки, сейчас они тоже совершенно не нужны. Вот, ну, в целом я... — Ну, то есть задача сейчас и у правительства УЦБ не столько там ослабить или укрепить, сколько удержать стабильность. — Ну, я думаю, статус какой-то стабильности. — Стабильность, главное, стабильность. Сейчас опять к этому возвращаемся. Стабильность должна быть везде. И на текущий уровень это приемлемо, да? — Ну, в принципе, да, на мой взгляд, да. — Просто такую стабильность сейчас удается добиться за счет такой рыночной конъюнктуры сигналов с мировых рынков. То есть если малейшие какие-то пойдут колебания, то есть там снижение пары евро-доллар, снижение нефти, соответственно, рубль сразу посыпется к доллару, и тогда вот как раз они могут получить такой шок для экономики. — Ну, возвращаясь к рынку Форекс и к вероятностям того, что, да, посыпется евро-доллар, ну, или, в принципе, да, доллар начинает укрепляться. Насколько реально это ближайшее перспективе? Ну, давайте говорить о евро-долларе. Хотя бы вот еще по доллар-иене я бы с удовольствием узнал у вас, если есть мнение, чего ждать в ближайшей перспективе. Так вот, возвращаемся к Форекс. Евро-доллар 1.37 был, сейчас началась коррекция какая-то там 1.35, мы опять видим. Как долго вот эти уровни могут удержаться еще, Наташа? — Ну, вот многое зависит от, соответственно, завтрашнего заседания ЕЦБ, поскольку если будет дан сигнал, что все-таки такой крепкий евро беспокоит ЕЦБ, то, соответственно, пара евро-доллар может скорректироваться и уже пройти 1.35. Если такого сигнала не будет дано, то, соответственно, пара евро-доллар может удержаться на текущих уровнях. — И опять 1.37 сходить, да? — Ну, еще там, да, недолгое время в любом случае, на мой взгляд, потому что нависают политические риски, а именно парламентские выборы в Италии. Все-таки партия Берлускони активно набирает голоса, скажем так, в преддверии выборов, а одним из пунктов программы является отказ от налога на недвижимость. Соответственно, Италия может отказаться от проведения программы жесткой экономии, которой она сейчас придерживается, и, соответственно, это опять нависнет угрозу от всей итальянской экономики в плане предоставления каких-то дополнительных средств и дальнейшей помощи. — Ну, и на евро-зоне в целом. — Ну, конечно. — Ну, да, помимо этого, ну, действительно, вот даже если Европейский Центробанк не будет предпринимать никаких усилий на вливание, допустим, свежей ликвидности или еще что-то, то вот именно политические факторы, они могут как раз продавить евро, но вот Италию, да, плюс Испанию нельзя забывать, да, где сейчас разгорается скандал политический вокруг Рахоя, вот, и там и так, в общем-то, ситуация только-только стала стабилизироваться, очень там с регионами все непросто дело обстоит, да, и плюс еще вот это, это тоже, конечно, могут именно оказать негативное влияние на доллар, ой, на евро, но это и хорошо на самом деле для той же Греции, для той же Италии, для той же Испании в плане их экономик. Конечно, да и, в принципе, получается, слабый евро, он бы поддержал, конечно, вообще, в принципе, экспорт, то есть это и для Германии, то есть есть свои плюсы. Очень дорогой, конечно, очень. Ну, вот, если говорить, да, о причинах, которые только что назвали, Перлускони и Рахоя тем более, да, там, подробнее расскажешь, что там за проблемы? Да, ну, там появились сведения, что якобы казначей партии, он там брал деньги, какую-то информацию, эти деньги там раздавали в конвертиках, там, членам партии, там, не такая-то большая уж супа, там, 25 тысяч евро в год там получали, но тут непонятно было, не было, но это как в старом анекдоте про ложечки, да, вот осадок там все равно как-то остался и долго будет. Не случайно, да, это все дело раздувают, потому что именно сейчас это может и сработать. Да, тем более, правительство Рахоя проводит как раз тоже режим жесткой экономии, испанцы тоже тут очень сильно устали, безработицы огромные, ну, то есть это все тоже как катализатор действует. Ну, так вот, если, да, ну, неважно, сработает, если сработают вот эти все наши ожидания, где мы евро-доллар-то увидим? Ну, евро-доллар может, соответственно, если 1.35 пробивает, то дальше именно цель такая техническая, на мой взгляд, это где-то 1.32, где-то так 1.32, 1.33, вот туда может запростить. Понятно, понятно. Про доллар-иена не сможете мне прокомментировать? Доллар-иена. Ну, или как минимум, ладно, бог с ним с доллар-иена, как минимум позицию все-таки властей Японии? Ну, вы знаете, конечно, власти Японии, они очень хотят ослабить иену, и все для этого делают, очень стараются. Но тут еще такой момент, да, что они давно уже это делали, давно стараются, но любые какие-то шоки, там, траблы на рынке, все сразу начинают бежать в иену, поскольку это практически единственное, что осталось, так называемой, защитной валютой, да, после как швейцарцы свое защитили, более-менее. Поэтому очень сложно здесь какие-либо прогнозы, на мой взгляд, давать. То есть опять я правильно тебя понимаю, да, если будут потрясения глобального масштаба, да, то, естественно, все побегут опять в иену, и вся эта история... Да, мне кажется, так, да. Все повторится, да, и все это вот эти старания Центробанка японского, они, в общем, так или иначе опять как-то немножко так это... Разве они уже столько попыток предпринимали, ни одна еще успехом не увенчала? Ну, тем не менее, вот, одна не одна, но когда можно? Ну, вот с ноября месяца, иена падает, падает, ну, доллар иена, я имею в виду, растет, 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 и уже вот 93.75, начиная, если говорить об осени прошлого года. Ну, что-нибудь случится опять. Ну, да. Ну, не дай бог, конечно, что что-нибудь случится. Интересный вот этот разговор по поводу защитных активов, да, Вероника начала говорить о том, что иена традиционно, да, действительно, защитный актив, швейцарский франк, да, такую функцию утратил после того, как Банк Швейцарии, да, стал грудью, защищая его. Ну, доллар США, наверное, мы как бы не можем, да, из этой компании исключить, потому что доллар – мировая резервная валюта. А что еще может быть защитным активом при потрясениях на финансах? Американские иззательства. Иззательства, да. Ну, банды, да, американские традиционно, да. Ну, немецкие рассматривались тоже, банды, ну, то есть, стран, которые еще три ас хранили. Вот. Что еще? Золото как-то оно не очень себя показало на защитном активе, на самом деле. То есть, ожидали, что будет рост намного больше на фьючерсы. То есть, ну, все равно традиционно тоже будет рассматриваться. Это узкий рынок, да, в основном, конечно, да, банды американские. Ну, вот о золоте заговорила Вероника. Золото мы можем считать все-таки защитным активом или там? Не, ну, золото – это драгметалл. Все-таки статус защитного актива драгметалла никак не отобрать. Но это просто, если сравнивать, вот защитные активы все-таки, куда вкладываться, скажем так. То вот золото не будет занимать первую строчку в этом рейтинге. Это если назреет ситуация, когда мы будем бежать от риска и, соответственно, искать… Ну, потому что на золото все-таки очень сильно влияет, скажем, та же пара евро-долларов. То есть, получается, вот эта вот привязка к валютному рынку на золото, она вот негативно влияет. То есть, сразу идет укрепление доллара и, соответственно, ценам на золото, с одной стороны, вроде они должны подрасти, потому что на них спрос на золото все-таки увеличивается, потому что произошла там какая-то ситуация. Но, с другой стороны, доллар крепнет и получается, что вот спрос на золото, он нивелируется сильным долларом. И в итоге золото, скажем, стоит на месте. Хорошо. Значит, ну, давайте, времени не так много. Следующий, последний уже, к сожалению, видите, как время бежит. Последняя часть мы тогда будем отвечать на вопросы и, на самом деле, их традиционно, да, по российскому рынку. Ну, о золоте мы уже поговорили, собственно. А нефть, повторю еще раз, да, нефть стоит устойчиво выше 115 и, по-моему, ей вообще никакие потрясения, да, сторонние делать ничего не могут. До 115 не корректируется практически, хотя и рынке, тем не менее, этой коррекции назрело. Ну, что ж, последняя часть нашего эфира. Уважаемые слушатели, сухой остаток на Финам ФМ. Мы отвечаем на вопросы. Ну, я начну с того, что прокомментирую ситуацию на площадках. Добавились американцы, открылись они некоторое время назад, снижаются они в моменте 18.47 в Москве, теряет Dow Jones 0,3%, S&P 500 0,2%. Кстати, мы говорили, да, вот о американских индикаторах, Наташ, S&P 500 стоит уже практически, да, на хаях седьмого года и там до исторических максимумов недалеко. Будет перехай, как ты думаешь? Ну, будет, но не в данный момент. Ну, в данный какой? Ну, не сегодня, да? Завтра. Не сегодня и не завтра. Но я думаю, что в этом году, да. Будет, да, то есть будут побитые исторические. А ты как думаешь? Я тоже думаю, где-нибудь в середине лета. Так вот мы ждем этого момента, да. Этого волшебного момента мы ждем. Итак, вопросы. Значит, что творится с «Газпромом»? Расскажите, пожалуйста. Ну, это всем интересно, на самом деле. «Газпром», да, действительно, выглядит в последнее время хуже рынка. Довольно активно снижается и покупок там, в принципе, нет. Ну, «Газпром» такая бумага, скажем, тяжелая. И когда есть идеи в других бумагах, ну, конечно, из «Газпрома» там перекладываются в другие бумаги. Просто там сейчас нет никакой инвестиционной идеи. Возможно, спрос на «Газпром» появится немного попозже, когда его хотя бы чуть-чуть как-то разгонят под отсечку реестра. Все-таки хотят какие-то там дивиденды будут выплачиваться. Все-таки госкомпания, 25% от прибыли, нужно платить акционерам. Соответственно, может быть, вот тогда хоть какая-то идея появится. А сейчас он абсолютно безидейный и, в принципе, никому не будет. Ну, а и даже 140 рублей вот он стоит, это все равно не идея. Ну, а на мой взгляд, нет. Да, я согласна. «Газпром» он сейчас не очень выглядит. С другой стороны, действительно, тяжелая бумага. И, как правило, опыт показывает, что «Газпром» всегда растет, начинает расти последним. Вот как вот будет какая-нибудь такая вот волна вот вверх, да, вот последний. «Газпром» я всегда завершаю. Да-да-да, «Газпром» как раз подтянется. Ну, то есть пока вне «Газпрома». Да? Пока вне «Газпрома». Так, давайте «ВТБ». «ВТБ» продолжает, кстати, падение, больше 2% уже показывает бумага. Что с «ВТБ», Наташа? Ну, «ВТБ», в принципе, я думаю, готовится к доп. эмиссии, к приватизации. И пока, я думаю, что стоит забыть о «ВТБ», не вспоминать его. Потому что все-таки давление предстоящих событий, оно довольно велико. И я думаю, что падение, в принципе, «ВТБ» будет продолжено. И даже если на рынках будет ситуация более-менее нормальной, то «ВТБ» вполне может двигаться даже против рынка. Потому что, конечно, репутация «ВТБ» после там нескольких событий подпортилась. И, конечно, уже такая настороженность в отношении данной бумаги. Ну да, тем более, что финансовыми результатами не могут они подтвердить. То есть периодически перевпускают стратегии там на пути к 13, к 15 и так далее. Обещаний много. Дорога к 13, к 15. Пока ничего не происходит. Да, действительно, есть опасения, что доп. эмиссия произойдет как в 2009 году в пользу государства. Будет выкуплено государством. Доля министритариев тоже будет размыта еще больше. Это тоже, конечно, не радует. То есть вне «ВТБ» тоже мы. Сбербанк. Что происходит со Сбербанком? Смотрите, вот после того, как он сделал 110, сейчас он уже снижается опять. Ну и сегодня в том числе и последние несколько дней, 106. Все это максимум? Ну, может быть, ну я бы не сказала, что это, во-первых, максимум. Вот. Что касается 110, то, соответственно, акции Сбербанка, они активно покупались из-за программы АДР, программа близится к завершению. И вот после того, как стало известно о том, что она, в принципе, близится к завершению, то и спрос на акции Сбербанка упал. И акции остались вот торговаться вот в этом, там, колебании. Сейчас, в принципе, они, можно сказать, в рынке. То есть это логично все, да? Да. Ну, 29 марта будет отчет на Сбербанка за 2012 ПМСФО. Я думаю, то есть это так или иначе поддержит, потому что, в общем, Сбербанк хороший, демонстрирует результаты. Плюс по РСБУ он уже должен за два месяца тоже скоро отчитаться. Это каким-то образом его будет поддерживать. Давайте мы по-другому-то поставим вопрос, да, будем говорить о рекомендациях. На ваш взгляд, вот что интересного сейчас? Потому что все, что, видите, нас спрашивают, оно неинтересно. С вашей точки зрения. На мой взгляд, интересны дивидендные бумаги. То есть, ну, если говорить там о традиционном Сургутнефтегазе, конечно, его уже сильно перегрели. И даже видно уже по динамике бумаг, что спрос на Сургутнефтегаз традиционный, вот он уже так снизился. И Сургутнефтегаз, на мой взгляд, уже такого значительного роста в преддверии отсечки не покажет. То есть, до отсечки он может торговаться где-то уже так в боковике на текущих уровнях. Поэтому, если говорить о дивидендных бумагах, то вот традиционный Сургутнефтегаз я бы сейчас уже включать не стала. Но мне кажется, все-таки стоит еще обратить внимание там на довольно тоже традиционные, там на Башнефть, Татнефть, МТС. Это все мы говорим о дивидендных, да, историях? Да, да, конечно. Ну да, МВД, например, тоже можно из таких посмотреть. Магнит не трогаете вы пока? Нет. Ну, вы знаете, у меня магнит, в принципе, вообще хороший такой взгляд. Нет, он вообще молодец. Он просто так вырос, что, да, уже страшно. Если брать дивидендные истории, то, конечно, нет. Да, да, если под дивидендные, то нет. А то, конечно, да, Магнит очень порадовал всех. Магнит, вот Солерс тоже в прошлом году очень прям так взлетел. Порадовались, порадовались. Хорошо, значит, первое, дивидендные, да, истории, идеи дивидендных мы озвучили. Еще какие интересные могут быть события, да? А вы знаете, походу, по-моему, других и нет, уже не осталось. Такое ощущение, да, что, ну, в плане вот формировать портфель на длительную перспективу, мне кажется, уже, в общем, практически завершили, да, и вот действительно, если мы ожидаем какого-то такого широкого боковика, ну, то есть это на новостях, на каких-то событиях ловить какие-то колебания, да, такой какой-то вот глобальный вот сейчас. Ну, нет, я думаю, что, да, мы не о спекуляциях говорим сейчас, да? Все-таки более среднедолгосрочная. Дивидендная идея. Кроме дивидендных дней ничего больше, да, интересного. Роснефть, Наташа, что это с Роснефтью? Ну, Роснефть, она, в принципе, я вообще сказала, что уже все, тоже поезд ушел, потому что, ну, конечно, хватит, на мой взгляд. Уже и так очень хорошо акция выросла, и сейчас, в принципе, в акциях такая же перекупленность, как и в целом на рынках. То есть сейчас там говорить о том, что Роснефть будет торговаться лучше рынка и расти там заоблачными темпами, я уже так не думаю, все, хватит, поросла. А думала так, да, какое-то время? Ну, конечно, когда акции Роснефть, они одно время очень хорошо себя чувствовали. Да, намного лучше. Тогда, конечно, разговоров о Роснефтье было очень много. Ну, то есть, смотрите, вот мы сейчас даже, да, пытаясь выделить какие-то интересные идеи, их, во-первых, а, немного, б, многие вещи, да, опять-таки, на достаточно высоких уже стоят уровнях. И опять возвращаясь к нашей теме, по всему назрела коррекция. По всему, по всему. Я бы, если сейчас покупала, то, соответственно, это либо дивиденды, либо бумаги какие-то, либо на валютный рынок это доллар. Доллар покупала бы уже, да? Ну, на мой взгляд, уже да, уже уровень по доллар-рублю, вот 30, это уже очень низко. Я понял, хорошо. Ну, и вопрос тоже традиционный, хотя, видишь, за эфиром мы так помошились, да, отвечая на него, по поводу перспектив нефтяного рынка в целом, ну, или сырьевого рынка в целом, и нефти в частности. Вероника, что ты можешь сказать? То, что, да, выстроилась бренд уже выше 115 и держится достаточно уверенно. Да, 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 стоит, держится, в общем-то, нефть. Очень дорогая. Я все-таки думаю, что действительно она как-то слишком даже дорогая. Вот, когда такая очень дорогая нефть, как-то начинаешь... То есть здесь опять, да, назрела коррекция, можно говорить. Опасаться, да, начинаешь уже, что с таких уровнях она может как-то сильно... То есть коррекция тоже назрела, да, должно покорректироваться сколько-то. Но пока, вот я говорю, что пока вот общие такие настроения на рынках, они оптимистичны, и все ожидают, что, в общем, экономический рост так или иначе будет в этом году, ну, то есть начнут выходить экономики из рецессий, то, видимо, как-то вот тоже резких каких-то сейчас колебаний я вот тоже не ожидала. Но нефть, она вот на этих высоких уровнях держится по причине того, что весь рынок, да, вот он растет, и нефть вместе с ним тоже так оптимистично смотрит вверх. У нее какие-то собственные вот эти идеи геополитические риски, они присутствуют или на них уже сейчас... Ну, это уже спекуляции, мне кажется, они уже как-то в прошлом. Уже в прошлом. Да, уже даже можно об этом как-то, да, даже никто и не говорит, и не вспоминает, как спекулируют, там надо разница, там спреды между тамбрендом, между лайком и так далее. Сейчас уже даже все как-то успокоились. Беда, беда, что делается, беда, что делается. Еще раз, да, смотрим во все стороны и понимаем, что практически никаких, да, особых движений, особых, значит, событий не ожидается. Ну, вот как в 2010-м, по-моему, году, а в 2011-м году Голден Сакс выпускали отчеты, им писали, как это плохо, что-то нет на рынке волатильности. Но зато воно, как случилась такая волатильность. Ну, похоже, да, что мы сейчас где-то близко примерно к тем же временам. Нет, но волатильность тоже на рынке нет. Будет. Будет. Обещаешь? Я думаю, скоро широкий боковичок нас порадует, но зато спекулянтов порадует. Ну да, да, спекулянт. И мы лишь бы только, да, в боковичок войти этим самым спекулянтом. Так, у нас осталось две минутки. Давайте какие-то ближайшие перспективы. Я хотел бы от вас услышать, ну, давайте там по основным индексам хотя бы. РТС, ММВБ, СНП-500 и там, я не знаю, что еще. Ну, что касается индекса ММВБ, то, на мой взгляд, вот он с начала этого года торговался в восходящем канале. Вот в понедельник мы вышли вниз, когда вот индекс ММВБ не смог удержаться в районе 1550. Далее поддержкой там является 1530, где 21-дневный скользящий проходит. Если 1530 мы пробиваем, то цель уже 1500. Это что касается медвежьего развития событий. Если же случится что-то и появится какой-то драйвер роста, то индекс ММВБ нужно вернуться где-то выше 1560, чтобы заново в этот восходящий тренд вернуться. Ну, хотя бы выше 1550 закрепиться. Понятно. По РТС? Нет? По РТС, по СНП, по Dow Jones? Да, в принципе, все одно и то же. То есть все же, получается, если что-то хорошее происходит, то все на это реагируют. Если нет, то и нет. Если нет, то и нет. А если нет, соответственно, происходит что-то плохое, да, и все так же будут на это реагировать. Ну да ладно, ладно. Более-менее понятно. Как минимум основная идея сегодняшней программы озвучена, да, назрела коррекция. Я даже по вашим глазам, вот сейчас я смотрю в ваши глаза и понимаю, что назрела коррекция. Надо, да, надо, чтобы уже что-то происходило. Конечно, идей нет. Сейчас бы скорректировались, упали бы на низкие уровни. Можно заново все покупать. Ну да, естественно. Ладно. Итак, мы будем заканчивать. Я благодарю моих гостей. Сегодня были в гостях Наталья Лесина, Вероника Чекина. И, соответственно, я прощаюсь с вами. Успехов на рынке. Всего хорошего. До завтра. До свидания. До свидания.